действует браслет символами каждый из символов является эгрегором который запечатал грубо в себе элемент абсолютного проявленного абсолютно проявленной реализации человека условно это выглядит приблизительно так вот как художник рисует портрет только один художник нарисовал портрет лес и самое главное что в этом портрете видно это центральная фигура допустим большая ель синего цвета большая ели у него спрашивают что обозначает большая ель он говорит это здоровье леса это счастье людей это счастье птиц это здоровье потом появляется кубист это человек который извлекает из этого всего один создает из этого из этого полотна один элемент и рисует вместо всей картины такую голубой большой треугольник на картине на каком-либо фоне и говорит это та же самая ель и как ни странно что там что там у человека создается определенное одно и то же его зачастую похожие чувства также происходит вот приблизительно в эзотерике в эзотерике которая связана с символами и талисманами существуют определенные некие такие идеи одна из идеи заключалась в моем случае тем что я просматривал людей которые добиваются очень высоких результатов жизни и я складывал для себя некую библиотеку таких символов которые могли бы каким-то образом объяснить что объяснить почему одних получается у других не получается я начал со временем понимать что многие символы они между собой повторяются то есть у людей у которых появляется в энергетической структуре ауры или в их ауре проявляются такие символы на уровне сознания или на уровне ауры или над человеком то у такого человека появляется что-либо и я определил что существует целый ряд вот таких символов после того когда я их назвал вы знаете эти символы одни называются на саншайн кокон это там 60 или 70 символов я дал есть временные символы которые могут зажигаться и гаснуть есть постоянные символы с которыми ребенок рождается и живет на протяжении всей жизни и в случае если у человека есть такие символы то они могут привести человека и вот у одних людей там к очень хорошей судьбе какая очень хорошая судьба хорошая судьба является та судьба в ходе которой человек при своей смерти получил полное удовлетворение своей жизнью то есть он вспоминается уже какая у меня была хорошая судьба но для человека который живет он говорит почему у меня судьба не хорошая но если тебя сравнить с кем-либо то окажется что судьба хорошая а А еще один может ощущать, что у него судьба хорошая, другой не может. А еще одному хорошая судьба радостно проснуться и в обниманиях заснуть, для другого хорошая судьба спать на деньгах, для третьего спать в обнимку с любимой женой или любимым мужем, с кучей детей. А у кому-то там достаточно собаки в ногах. То есть у каждого она своя персональная. И мы очень часто стремимся как раз к счастью в нашей судьбе. И вот это счастье в нашей судьбе это один символ. Там материальное благополучие, другой символ. Но материальное благополучие для одних это вечное стремление, для других пассивное получание. И вот таким образом я создал эти символы. Когда я создал эти символы и опубликовал, то решил сделать из этих символов талисманы. Эти талисманы грубо можно одеть на себя в виде браслета или подвеса или еще чего-либо и носить на себе. И талисманы такие, они очень эффективно работают. Особенно если они сделаны из золота. Они работают мягко. Но когда человек проходит какое-то время и снимает талисман, то он начинает ощущать, как все-таки этот талисман на него воздействовал. А пока он его носит долгое время, то он никак не ощущает. Но стоит его одеть и носить и со временем снять, то буквально за 1-2 дня человек начинает понимать, как же все-таки эти талисманы действуют. На что действуют? Они могут изменять характер человеку. Они могут изменить привычки, качества определенные. Какие? Допустим, человек подолгу не мог остановиться и ругался с кем-то. Такое качество может уйти. То есть это качество мешает человеку быть счастливым. Почему? Потому что ряда люди обращают на это внимание. Или наоборот, человек имеет мимику такую, при которой всем окружающим кажется, что он простофили, и его нужно обманывать. Одевая определенные талисманы, человек вдруг меняется, и у него изменяется лицо. При этом лицо как бы внешне не изменяется, но вот именно то, наверное, та мимическая, то восприятие мимики, которое было, оно изменяется, и человека по-другому начинают воспринимать. Но вот так это все устроено. Поэтому вот так это все действует.